Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Розет, я сотрудник Центра апологетических исследований. Это самое крупное и самое старое в России евангелическое служение, занимающиеся изучением культов и новых религиозных движений. Мы с вами проведем предстоящие несколько часов в изучении предмета, который называется «Новое религиозное движение» или «Культа». Задача нашего с вами разговора – попробовать понять, чему учат те люди, которые называют себя христианами, при этом искажая историческое христианское учение, попытаться понять, каким образом мы можем этим людям противостоять, что мы можем сказать для того, чтобы привести их ко Христу. И первая наша тема, о которой мы с вами поговорим сейчас, называется «Введение в предмет» или «Что такое христианская апологетика и зачем она нужна». Значит, слово «апологетика», которое вынесено в заголовок нашей сегодняшней темы, оно очень давно не использовалось в русском языке. И как вы, наверное, хорошо помните, по крайней мере, некоторые из вас, в советское время слово «апологет» имело всегда негативный смысл. Апологет капитализма, апологет монетарной системы, апологет расизма, там еще чего-нибудь в таком духе. Соответственно, за многие годы слово «апологетика» вышло из употребления. Однако слово «апологетика» на самом деле очень удобное, хорошее слово, которое обозначает совершенно замечательное библейское понятие. И мы с вами попробуем понять, что оно обозначает. До сих пор в толковом словаре Ожеговой и Шведовой можно найти определение, которое звучит так. «Апология» — это неумеренное или чрезмерное восхваление чего-либо. Неумеренное или чрезмерное восхваление чего-либо. В английском языке ситуация еще несколько более странная, потому что английское слово «apologize» обозначает «извиняться». И поэтому есть такая нехорошая шутка среди многих христиан, что апологеты занимаются тем, что извиняются за то, что они христиане. Естественно, заниматься ни тем, ни другим мы с вами не будем. Мы попробуем понять, что обозначает «апологетика» на самом деле. И я бы хотел предложить вам два определения, которые покажут нам, что это слово обозначает. Вы видите эти определения перед собой. Одно звучит таким образом. «Апологетика» — это дисциплина, которая занимается рациональным обоснованием христианской веры. Название ее происходит от греческого слова «апология», которое означает «защищать» или «обосновывать». Другое определение звучит так. «Апологетика» — это слово, которое происходит от греческого корня со значением «защищать», «давать ответ», «оправдываться», «защищаться по закону». Апологетика, как часть христианского богословия, христианской теологии, представляет собой систематизированное, аргументированное рассуждение, отстаивающее божественное происхождение и непреложность христианской веры. Я понимаю, что определения достаточно сложные. Мы попробуем с вами их немножко разобрать и понять, что они обозначают. Прежде всего, когда мы говорим об апологетике, мы говорим с вами о христианской апологетике. Потому что система неких знаний, направленных на защиту точки зрения определенной, существует практически у всех людей, которые во что-то верят. Своя апологетика есть у атеистов, у мусульман, у мормонов, у свидетелей Иеговы. Всякий раз, когда мы с вами объясняем человеку, почему мы верим в то, во что мы верим, независимо от того, в чем заключается наша вера, мы с вами, даже сами того не понимаем, занимаемся апологетикой. То есть мы защищаем то, во что мы верим. Во-вторых, апологетика всегда имеет рациональную природу. Апологетика обращена к разуму человека. Это некий диалог, в который мы с вами вступаем. Апологетика – это не наука о том, как загипнотизировать человека и заставить его силой поверить в то, во что вы хотите его убедить. Апологетика – это не искусство физической борьбы с теми людьми, которые вам не нравятся. Апологетика – это не искусство спора. Апологетика – это система знаний, когда мы предлагаем человеку некие аргументы в пользу того, во что мы с вами верим. Третий момент очень важный. Апологетика – это всегда защита, а не нападение. Цель нашей с вами деятельности в этом плане – это не разрушить чужие убеждения, не убедить другого человека в том, что он в каком-то отношении неполноценен. Наша задача – показать человеку достоинство и истинность христианской веры. Наша цель изначально позитивна. Мы не пытаемся быть кому-то врагами, мы не пытаемся с кем-то воевать. Мы защищаем то, во что мы верим. Мы предлагаем людям твердое основание того учения, в котором мы с вами наставлены. Очень часто, когда мы говорим с разными культистами, с людьми, представляющими различные точки зрения, они говорят, зачем вы раздаете нам свои буклеты, зачем вы пытаетесь с нами разговаривать, вы нас, наверное, ненавидите. Причина того, почему мы говорим с этими людьми, не потому, что мы их ненавидим, а именно потому, что мы их любим. Мы хотим, чтобы эти люди узнали о Христе. Мы хотим, чтобы эти люди оставили свое заблуждение и пришли к истине. И поэтому наша цель, как я уже сказал, изначально позитивна. Мы хотим, чтобы люди узнали ту весть, которая их может спасти, ту весть, которая для них является единственным путем к Богу. Писание говорит, что нам с вами не должно ссориться. Напротив, мы должны уклоняться от глупых и невежественных состязаний и скротостью наставлять противников. 2 Тимофея, 2 глава, с 23 по 25 стих. Мы не пытаемся ссориться, мы не пытаемся спорить, мы пытаемся скротостью наставить противников. 4. Апологетика по сути по своей является богословской дисциплиной. То есть мы с вами говорим об учении. Очень часто в разных семинариях или учебных заведениях апологетику вставляют в раздел под названием «Миссиология». И когда мы говорим об апологетике, очень часто люди хотят услышать о том, как побыстрее и поэффективнее привести того или иного человека к Богу. На самом деле апологетика не заключается только в неких методах благовестия святелям Иеговы, мормонам или кому-то еще. По сути дела апологетика это столкновение того, во что мы верим, с окружающим миром. Всякий раз, когда мы с вами во что-то веря, сталкиваемся с людьми, которые верят во что-то иное, или которые говорят, что не верят ни во что, у нас возникает естественная необходимость объяснить этим людям, почему наша система убеждений, почему то, во что верим мы, ценнее, чем то, во что верят они. И поэтому нужда в апологетике это не искусственная выдуманная вещь. Это не то, что мы навязываем другим людям, и не то, что мы придумали, чтобы нам было чем заняться или что преподавать. Апологетика это естественная необходимость, которая возникает на столкновении того, во что мы верим, с тем, что происходит вокруг нас. И именно поэтому самое лучшее определение или самое лучшее предназначение для курса христианской апологетики это раздел, который называется «Практическое богословие», когда мы говорим о том, каким образом мы наше учение применяем к практике, каким образом то, во что мы верим, сочетается с тем, чем живет мир вокруг нас. И в этом отношении, еще раз хочу подчеркнуть, нужда в апологетике это совершенно естественная вещь. Это то, что возникает само собой. Нам нет необходимости придумывать это занятие, нет необходимости придумывать этот предмет. Когда кто-то из ваших близких или из ваших друзей придет к вам и скажет «Я стал свидетелем у Иеговы и не верю, что Христос Бог», нужда в апологетике у вас возникнет сама собой. Не нужно будет ничего придумывать. У вас возникнет необходимость просто потому, что вы любите этого человека и хотите показать ему истину того, во что вы верите и ложность того, во что верит он. Апологетика – это совершенно естественная, само собой, появляющаяся нужда и необходимость нашей жизни. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Обычно, когда мы говорим в апологетике, мы говорим как раз о неких знаниях, которые мы применяем для защиты того, во что мы верим, для того, чтобы показать людям здравое основание того учения, в котором мы наставлены. Но мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на апологетику немножко с большей дистанции, немножко в большем масштабе. Дело в том, что поскольку апологетика предполагает диалог с другим человеком, то, соответственно, наш разговор с этим человеком включает в себя очень много разных факторов и моментов. По сути дела, мы используем абсолютно все, что мы знаем из самых разных областей, чтобы показать человеку, что то, во что мы верим, является истиной. Мы используем наши знания в психологии, литературе, математике, физике, химии, богословии, библеистике. Все, что мы только знаем. Мы используем для того, чтобы показать человеку истину того, во что мы верим. И поэтому, по большому счету, в таком общем понимании апологетика представляет собой сумму всего, что мы знаем и сумму всего, что мы умеем, направленная к одной конкретной цели привести этого человека ко Христу и помочь ему избавиться от его заблуждений. Это сумма всего, что мы знаем и всего, что мы умеем, приложенная к одной конкретной задаче помочь человеку избавиться от ложных убеждений и прийти ко Христу. И мне бы хотелось, чтобы вы поняли меня в этом отношении очень хорошо. Вопрос не в том, сколько много вы знаете. Вопрос не в том, сколько много университетов вы закончили или как велико или хорошо ваше образование. Все, что вы знаете, как бы мало и как бы много вы не знали, вы можете использовать для того, чтобы привести человека ко Христу. Продолжение следует... Продолжение следует...